Большое спасибо, Раф. Он пишет здесь, «И всё положение размножения в духовном находится над буквами материальными в этом мире, втайне и создаёт свет, и здесь нет ни создаёт тьму, творит тьму, и здесь ничего нового, кроме как сотворение тьмы, чтобы раскрыть свет, как добро». Какого значения букв в духовном? Буквы «у тьёт» — это «келем». Как бы «хесароны»? Да. А как мы наполняем эти буквы? Он говорит в продолжении о том, как наполняют буквы. Что значит «наполнить буквы»? «Никудот» — точками «никудот» — света. Должны ли мы приходить каждый день сюда и приносить новые «хесароны» творцу? Это имеется в виду? Ну, в принципе, это то, что мы должны делать. Да. А что значит «осуществлять ахураем» по отношению к Творцу? Подготовить все «келем» получения для работы. Тогда я раскрываю наполнение. То есть, когда я готовлю все «келем» и «хураем», тогда раскрываем свет. Как это выражается в нашем пути каждый день? Через то, что невозможно раскрыть по ним лицевую сторону, прежде чем раскрываем ахураем обратно. Ахураем творец нам даёт для того, чтобы мы это раскрыли? Или мы сами должны это раскрыть из усилия по объединению? Ну, и то, и другое. То дорого. Большое спасибо.